Всем привет! Вы слышите Лёша Халецкого, и это начало моего очередного дуэльного турнира. Первый тур. Играю я с соперницей. Девушка у меня в соперниках под ником Марышок. И, ну, не буду вам показывать выбор нации, потому что, по-моему, лишнее время занимать. У меня было Сангай, Греция, Германия и Бразилия на выбор. Взял Сангай просто, чтобы оставить те нации на будущие игры. Континенты карта. Первые три тура мы будем играть только на континентах. Тем не менее, это не значит, что мы не встретимся. То есть, вполне может быть, такое бывает на континентах, что мы не на двух разных континентах появляемся, а на одном. Так, например, по-моему, в прошлом у меня турнире так и было. Так что... Интересное место. Так. Пожелаем удачи. Я вот хочу сюда прыгнуть, посмотреть. Ага. Ну, да, конечно, тут интересно, но вообще ресурсов никаких. А тут хотя бы расти можно. Я, наверное... Знаете, что я, наверное, вот сюда стану? Во-первых, чтобы и на холме быть. Во-вторых, будет гора в плане Мачу-Пикчу, например. В-третьих, ну, я не ухожу особо. Правда, вот лошади могут быть тут. Но зато железо может быть тут. То есть я могу сразу на железе стоять. В общем, сюда пойду. Сахар. Такой у меня еще заливчик неплохой. То есть, например, меня атаковать сложновато будет. Ладно, остаемся здесь. Ну, я так предварительно говорю атаковать, потому что вероятно, что мы все-таки выйдем на одном континенте Мала. Поэтому я сразу монумент буду... Хотя, тут, знаете, тут мы с варварами играем. Ну, без руин, естественно. Так, нужна ли мне религия? Ну, если могу ли я ее получить, в данном случае нет. Ну, блин, только на камнях, если. Так что пойду сразу лошадей искать. Так, человек ходит, ищет место. Вот город-государство. Ну, даже если мне попадется религиозное... О, не на воде. Смотрите-ка. Интересно. Даже если религиозное город-государство, то я не знаю, какой мне пантеон брать. А мне попался нерелигиозное. Так. Ну что, можно будет купить камень. Сначала пускай вырастет город. Потом купим камень. Будем дальше расти. Следующим ходом посмотрю, как там. С местом. Так, еды одинаково. Производство одинаково. Зато золото больше. О, вот и варвары начинаются так. Вот, кстати, тут, например, есть тема поставить город. Ну, надо еще с этой стороны, конечно, посмотреть. Ну, мне надо ставить города по воде. В данном случае, так как соперница... Ничего себе, она уже выросла. Интересно, как это. О, лошади. Очень так хорошо они стоят. Так, ну, дальше, наверное, пойдем. И сразу строит поселенцы. Как так оно быстро выросло. А, ну да, там тоже три еды было. С двух жителей уже поселенцы. Ну, тут, конечно, грустноватое место. Вот, столица неплохо. То есть, надо еще в ту сторону сбегать, посмотреть. Сейчас я построю скаута. Вырастет у меня до трех. И я тоже поселенцы начну строить. Ой, блин. Так. Еще туда сбегаем. Ну, тут, как бы, в принципе, неплохо, но... Не так, чтобы классно. Так, давайте рабочего один ход. А потом сразу поселенцы. И так, и так, восемь. Ну, а вот тут я вижу поинтереснее места. Конечно, тем более с таким количеством выгонов. Но мне... Знаете, что если брать пантеон, мне, видимо, на выгоны надо взять культуру. Потому что... Раз, два... Ну, блин. Там не в тему. Варвар. Так, знаете что? Давайте железо откроем. И, пожалуй, построю-ка я воина сначала. Тут, тут проблемки. Откровенно. О! Так. Город мне, видимо, вот тут надо поставить. Синай. Восемьвер. Блин, только если что долго буду покупать. Тут, конечно, тоже не самое лучшее место для города. Но религия будет. И город на море будет. И тут, я думаю, тут такой небольшой полуостров. То есть, можно будет караваны пускать. Так, пока полечимся. Да, тут проблема в том, что не так много ресурсов роскоши получается. Ну, тут два у меня, это норм. А тут вот один. И тут точно такой же один у этого города. Еще подумать надо, куда города ставить. То есть, я в данном случае не буду стремиться только через два города играть. Потому что у соперницы столицы не на воде. то есть, у меня очень большие сомнения, что даже если она раньше выйдет во фрегаты, что ей это поможет, ну, меня захватить. Опаньки, мы встретились уже. Что-то я проспал этот момент. Интересно, где. Может быть, вот это у нас тут рядом. Блин. Да, это опасно. Полностью все одинаково, кроме золота. Блин, боюсь, как бы она в волю не пошла. Тем более, я не знаю, где она. Такое ощущение, что варвары агрессивные. Нет, вроде. Может попробовать с Мельбурна дань взять. Блин, да вы утомили меня тут колупать. Ну, как минимум, рабочего спереть у Мельбурна надо. Ну, через четыре хода копейщики будут. Так, варвары хары тут моего несчастного скала. Аута прессовать. Ну, копейщика надо построить и я возьму, собственно, им. Дань. Ну, тут, в принципе, неплохое место. Производства мало, но построив пастбище, его будет достаточно. Так. Один ход подождем. Пускай рабочий. Пускай рабочий построится и начнем строить копейщика. где ж я с ям-то встретил, а? Неужто мы тут рядом? Что-то никаких социальных политик нет. У меня уже две принято. Должны, если три даже. Так я не на железе стою. Так. Ну, давайте лучников. Блин, забыл переключить. Давайте теперь уже после рабочего тогда уж. Нормалёк. Вот тут, кстати, есть тема. Нормально. Только ниже здесь есть. Если я тут поставлю, то я тут уже не смогу поставить. Стоп. Нормально. Блин, не мешай. Что-то по-поль Colombу. Нормально. Так, будет обстреливать, не хочется туда под обстрел лезть. Петру бы хотелось бы тут, но тут не супер Петра будет, просто сделает из пустынных клеток что-то вменяемое. Так, теперь что? О, рабочий. Или дождаться уже копейщика и снять дань и тогда украсть рабочего. Ну да, так и сделаем. Ну блин, нельзя, чтобы рос. Когда что убьешься, у меня рабочий простаивает без дела. Традиция все-таки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Кстати, календарь надо открыть, зачем я сейлинг открываю. В принципе, если марвары собрут рабочего, я совсем не расстроюсь. Но они не сперли, к сожалению. Так, отойдем, отойдем. Отлично, можно теперь переть рабочего. Так, а здесь у нас... Здесь у нас... Ну давайте возьмем пантеон на... На как его... На плантации... На выгоны, на выгоны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... Ну, то есть, выгонов тут у меня дофига. Это фига. Это фига. 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 Боже, так рядом. Пою разбираться с этими лагерями. Так, теперь можно и амбарчик бахнуть. На болото встал, поэтому можно и проатаковать. Не убью, ладно, защищу пока. Так, я уже отстаю по развитию. Ну, я тут с варварами, собственно, разбираюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лучника еще построим. После лучника уже можно будет фигачить поселенца. Блин, да вы надоели, ну. О, антеннонариву нашел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полечимся. Проатакуем, полечимся. То есть с этим лагерем антеннонариву расправился. Отлично. Так, сейлинг тоже открыт. Что дальше? Сиам письменность открыл. Ну, вполне может там библию устроить. Мельбранд там атакует так нехило. Так, счастье появилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, прям хоть не кради рабочего у Мельбурна. Видимо, у Антона на реву надо красить рабочего. Ага, вот и рабочий. Сейчас, наверное, пойдет этот вот холм обрабатывать, тогда и украдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, пошли с этим лагерем разбираться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осушение болот я еще не открыл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну пускай, наверное, все-таки до четырех вырастет. Вот я три рема построю. И тогда буду уже строить поселенца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двагис – это не просто карта или справочник. В этом приложении множество полезных фильтров. Например, можно не только увидеть все новостройки на карте, но и отфильтровать строение по стоимости квадратного метра, году постройки, материалу и прочему. Так что заходите на двагис.ру и пробуйте. Пропробуйте. А, мультися. Прикольно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, слушайте. Как бы не планировал, но накопил денег. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, тут вон медь, кстати. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, хочу, чтобы побыстрее вырос в город. Три. Так, нет. Четыре. Три. И четвертый житель, чтобы обрабатывал Синай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, понеслось пастбище. В общем, мы все-таки на разных континентах, но континенты находятся так близко, что он... Так. Сетлер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сиаму уже три города, видимо. Так, кстати, можно войну объявить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, там Манилу уже в союзниках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, четыре хода, два хода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, можно уже караваны делать. Так что давайте после посела строим, пустим из Тимбукту в Гао. Ну, культурка. Подождите-ка, мне, наверное, даже не философию. Сначала вот. Хоррисбек Райдинг. Так, библиотека. Так, сейчас глянем, что возьмет. Так, библиотека. Ну, пока ничего. Вот, в классическую, я думаю, философию, да. Ну, понимаете, когда вы ставите три города, брать с библиотеки философию нет смысла. Берут философию, когда вы вот взяли философию и этим же ходом начали нацколледж строить. Вот это имеется, ну, хотя, так знаю, два хода. Но тут еще явно в Муанг-Салуанге нету библиотеки. То есть взять философию ради философии. А, ну, может, еще Оракул, конечно. Но у меня очень большие сомнения, что... То есть ради Оракула брать с библиотеки, ну, такой так себе бонус. Оракула брать с библиотеки. Так, религию. Ого, неплохая клеточка. Скаут. Выполз. А мы его тут ждали. Блин. А вот и Манила. Которая мне войну объявила. Что-то у меня минус позор. По золоту. Не слабый. Так, ну, мне вот сюда надо город поставить. Так, в общем, мне надо захватить лагерь быстрее. 50 золота. Как говорится, не лишним будет. Сахарок. 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 Альф. Ну, как говорится? пытается там скаутом пролезть и так обещаем защиту тем более что сейчас мы лагерь расфигачим так ну скаута мы там приговорим вот и деньги вернулись стоп мне надо осушение болот потом уже вот так четыре хода раз два три да как раз раз два один ход ну ладно а у соперницы кайлас кто быстрее в религию выйдет скорее всего она потому что у нее по ходу столица стоит рядом скайласа поплыл скаут куда-то подставлю чтобы двое не обстреливали ну лучника если лучника будет обстреливать я думаю что я не доведу тогда поселенца просто да такие рядышком оказались континенты мне бы мельбурн засоюзить храм артемиды согласен так 10 ходов до закрытия уже плывет три рема так значит мне тоже нужно три рема иначе я не смогу пускать караваны тут как один ход подождем ну пока у меня все плохо как видите да поплывет три рема поплыва ко мне искать мои караваны но я еще не пустил я еще не пустил вот тут видимо город какой-то не пустил я 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 не но вот эти медь как бы должна была быть еще одним так мне надо открыть еще construction для счастья все-таки у нее не столица около ну тогда еще могу успеть первым религию основать вот и три ремка эти кому еще одну сразу все все города государства найдены так в принципе у меня есть еще да вот 4 город можно тут поставить как эти думаю что надо построить нацколледж и 4 город тут бахнуть будет норм там еще и красители к тому же будем тут стоять не те все клетки вижу свои а 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 и и и бежит я попытаюсь добить городом у меня кстати континент побольше побольше отлично то что надо мельбурн хочет на артемиду антона на рима хочет тоже артемиду блин меб артемиду конечно да и вообще в принципе для развития артемида тут нормально будет Разобрались с варварами. Так, три хода. А, ну вот у меня еще счастье-то. Что я волнуюсь? Волнуюсь. Так, так мне пока тогда стадион не нужен. Пошли в философию сразу. Я хочу оракул построить в первую очередь в данном контексте, а не нацколледж. Блин, тут под Петру, конечно. Ну, явно у столицы возможно Петра. Но столицы не на море, а на море вот Сисичиналай и Муанг-Салуанг. Причем Муанг-Салуанг можно вообще попробовать метколуками взять, между прочим. Кстати, почему? Почему и нет? Одно на холме, но с трех клеток обстреливается. Причем. Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то я задумался... О-о-о... Так, быстренько-быстренько... Производство, производство, производство... Отлично... Так, уже веселее... Ой, блин... Вот тут могут варвары появиться, кстати... Можно лучше сюда перебросить трирему и тут лечить, да... На этой триреме, к сожалению... А нет... Держится... Так, давайте тут производство делать... О, стены построены... Ну, кстати, правильно... Потому что я реально могу... Тут уже со стенами и... На холме, конечно, метколуками... Фиг возьмешь... Буду тут стоять... Все, традиция закрыта... Ну, не так уж и сильно я тут... Отстаю... На самом деле... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, два... Блин, жалко, конечно, тоннари его не станет... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, тут неплохие, кстати, места для города... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Я не видел, что барвары появляются Они появляются на клетках, где нету никаких ресурсов То есть вот на этой или на этой могут появиться Так, здесь, кстати, конюшню А потом библиотеку Хорошее чудо О, конь появился Это было бы плохо, если бы где-то рядом со мной был А вот и рядом со мной То есть вот отсюда уже кони могут вполне начать бегать Так что пойдем разбираться Ну и 50 золотых никогда Сангаю не помешают Так, я думаю Можно вырасти на один ход И конюшню тут тоже можно Построить Так, пока полечимся и будем колыпать этот лагерь Ну вот, виден мой континент В принципе, есть еще место для одного города То есть Вот сюда или сюда поставить Вполне можно О, Мельбурн стал моим союзником И сразу у меня куча счастья Даже зря защиту не пообещал Ну вот, Манила, конечно, неплохо Сиаму еды дает Блин, вот Метка лук тут не в тему Так, давайте-ка пока с аренами Не будем спешить Потому что счастья у меня и так дофига Так, счастья дофига перестало быть Субтитры сделал DimaTorzok Так, давайте смотреть Где тут у меня соперница 117 Драма и поэзия уже открыта Констракшн, математика тоже То есть вот деньги остались И гражданская служба будет Блин, тут, конечно, хрень Хрень какая-то Давайте, наверное, коляску одну построим Маяк Сиамская трирема, прикиньте Так что мне надо плыть в эту... Ну, хотя как плыть, она тут через мой город-то не проплывет Сиамская трирема, прикиньте Сиамская трирема, прикиньте О, метколог тут высадился Что будет моего скаута теребонькать? Сиамская трирема, прикиньте Рыба одна, к сожалению Ну, вот тут две рыбы Тут неплохо Будет маяк сделать Или может в Голиасе прямо идти? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, гражданская... Нет теология, блин Надо идти в Голиасы Да ладно, что? Сейчас прямо поплывут ко мне Ой, блин... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 да поплыли вон блин да что ж это за хрень то ну трындец сейчас так не хочется переключать и и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Метка луков наклепана Блин, ну Что делать? Субтитры делал DimaTorzok Пойду-ка я на всякий случай с той стороны Ну, правда, я не видел, чтобы тут трирема проплывала В общем, всякое может быть Так Двести восемьдесят девять Надо следить Двести восемьдесят девять Двести восемьдесят девять Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что у меня хотят красители и торговый путь. Ну, кстати, в Мельбурн... Было бы неплохо отправить... Продолжение следует... Продолжение следует... Человек, по-моему, прям конкретно фигачит... Метколуки... Ладно... То есть коляски ненамного... Слабее... Слабее... На единицу слабее... Постоим пока... Вот этот... Выстрелил... Слабее... Продолжение следует... Да. Продолжение следует... 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 Так, какую мне принять тут честь, свободу, набожность? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ох... Тяжело... Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. А на этом пока все, игра получилась долгой, поэтому пришлось ее разбить на серии. Продолжение будет через день или два. На этом все, играйте в умные игры.